Знать святых, которые служили на нашей земле, в нашем городе или селе, в нашем храме, это и наш долг, большая радость и утешение. Еще один угодник Божий, живший в Екатеринбурге, становится знакомым и близким жителем Уральской столицы. Это преподобно-мученик Ардалион Пономарев. В день его памяти особо торжественная служба впервые прошла в соборе Успения Пресвятой Богородицы, где отец Ардалион был настоятелем в 20-е годы 20-го века. Важным событием для прихожан стало присутствие на литургии внучки преподобно-мученика Ольги Григорьевны Пономаревой. В этих стенах молились преподобно-мученик Ардалион Пономарев, священномученик Сергий и, быть может, другие святые нам пока не явленные. В советские годы храм был хлебозаводом. Совсем недавно были уничтожены перекрытия, построенные в то время. В настоящее время совершается демонтаж внешних конструкций, а богослужения пока проходят во временном храме. Собор Успения Пресвятой Богородицы – памятник архитектуры 1-3-19 века. Возвращен епархии несколько лет назад. В июне этого года были демонтированы межэтажные перекрытия, теперь нужно разобрать пристройки. Им можно будет приступать, собственно, к реконструкции. Сейчас службу проходят в бывшем гараже, обустроенном под храм. Приход ведет большую работу не только по архитектурной части, но и прежде всего по сбору истории храма. Мы сегодня ждали приходом этого дня, потому что очень радостно узнавать. И за последние несколько месяцев было несколько таких радостных событий. Сначала мы написали икону отца Сергия Увидского, священномученика. И через некоторое время в нашем Успенском соборе стало известно, что есть еще один преподобно-мученик Ардальон Пономарев, который служил настоятелем Успенского собора около 8 лет. И также стали собирать о нем информацию. Оказывается, все данные есть в книге «Жития Екатеринбургских святых» и про отца Сергия Увидского, и про отца Ардальона. Поэтому мы сразу же заказали иконы. А также не так давно мы в журнале «Православный вестник», который выпускает наш приход, участвует в его издании, также рассказывали его истории. Для тех, кто недавно пришел в церковь, очень важно поверить в то, что можно достичь святости, что святые – это не какие-то литературные персонажи из древности, а реальные люди, которые живут и в наши дни. Почувствовать это помогает встреча с их родственниками. Ольга Григорьевна Пономарева, внучка преподобно-мученик Ардальона, впервые посетила Успенский собор. У нее сразу два святых дедушки, и оба служили в этом храме. Священномученик Сергий Увидский и преподобно-мученик Ардальон Пономарев. Их дети Григорий и Нина поженились и явили пример настоящей малой церкви. Они были так духовно и душевно близки друг к другу, что даже умерли в один день. Встреча с их дочерью Ольгой Григорьевной стала большой радостью для прихожан Успенского собора. Через нее они словно прикоснулись и к святым. А сама Ольга Григорьевна была рада тому, что ее святые дедушки теперь чтимы в этом храме. Я хочу просто свою огромную благодарность выразить всем прихожанам и отцу Евгению, конечно, за такое приглашение. Я на таком прославлении моих дедушек, я фактически первый раз. Поэтому мне очень радостно и приятно, что это произошло. А то, что дедушки мне помогают, это вне всякого сомнения. Вот, знаете, даже вот в мелочах буквально, что-то такое попросишь, и помощь идет. Теперь и прихожане собора будут усерднее молиться преподобномученику Ардалиону. Мы недавно узнали о том, что у нас есть последний настоятель до закрытия нашего собора, что он преподобномученик, и что у него есть определенная дата его поминовения. Соответственно, для нас это большое удивление. И лично я отношусь к этому как к дару Божьему, потому что не в каждом соборе или не в каждом храме есть такие святые, до которых можно рукой достать. Настоятель Успенского собора протеерей Евгений Попеченко призвал своих прихожан чтить святых мучеников, служивших в соборе, учиться у них любви к Богу. Выше венца мученического, который Господь дает за особую к нему любовь и желание, в церкви нет. Поэтому нам с вами Господь дал великую честь молиться в соборе, где такая удивительная история и великая ответственность. Потому что каждый, кто здесь молится, он особую несет на себе ответственность за то, что у него такие великие духовные помощники, и совершенно невозможно нам жить в расслаблении. По окончании литургии все участники праздничной службы получили в подарок иконки преподобному ученику Арда Леона.